Друзья, всем привет! Три новости для вас. Первая связана с Польшей. Предварительно Польша откроется с 14 апреля. Мы ждем, когда можно будет подать документы на новую партию воевудских приглашений. В настоящее время у наших экспертов более 300 человек из Средней Азии, которые проходят процедуру получения рабочей визы категории D для того, чтобы поехать в Польшу, Швецию и так далее. Придется чуть-чуть подождать. Ситуация в мире, сами видите, какая. Вторая новость связана с Мексикой. В Мексику можно будет ездить и подавать на политическое убежище после 20 апреля. Но сейчас у вас есть возможность, пока народ находится в карантине, запертый в домах, квартирах, времени предостаточно, чтобы подготовить вашу историю, переводы, формы и так далее. Вы приедете в Мексику уже готовы и не нужно будет тратить время на подготовку. Все возможно сделать онлайн. В среднем это занимает от двух недель, но как раз пока длится карантин. Третья новость это яхтинг. Я сделал пост видео в Инстаграме и в Ютубе. Людям понравилось. Народ ставит лайки, пишет комментарии. Кто-то хочет пройти курсы. Я сам проходил этот курс. Теория плюс практика. В среднем занимает 500-600 долларов на весь процесс. И вы получаете международную лицензию, сертификат моряка. И спокойно берете яхту и покупаете, или берете в аренду и можете ходить на расстоянии не более 20 морских миль. Это возможно. Это очень здорово. Особенно сейчас, когда народ в городах в изоляции. Вы можете выйти в открытое море и спокойно находиться в море. Яхта в Швеции стоит от 500 евро. Да, вы не ослышались. 500 евро. Можно купить яхту 20-футовую. Можно взять больше. Лично у меня яхта я покупал за 9,5 тысяч евро. Большая яхта 12 метров с парусом, с мощным мотором и две каюты. Ну, также гальюн, кухня и так далее. Все это можно сделать. Это одна из причин, почему я живу в Швеции. Я могу спокойно путешествовать по Евросоюзу под шведским флагом. И мне не нужно будет делать таможню этой яхты. Друзья, что касается видео, фото с предприятия и так далее. Много видео уже прошло, монтаж, и я его придерживаю. Так как жду, когда откроются границы, чтобы актуальность снова выросла. Как только это произойдет, достаточно материалов из США, из Евросоюза, из Швеции, из Норвегии, из Германии. Все отснято. Сам лично ездил, отправлял. И Оксана ездила, и еще там несколько ребят. В общем, все это можно будет посмотреть немножко позже, когда вся эта ситуация с коронавирусом утихнет. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте нас своим друзьям. Всем удачи, пока! Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Продолжение следует... Продолжение следует...